Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас скайп-интервью с Борисом Юлевичем Кагарлицким. Здравствуйте, Борис Юлевич. Мы бы хотели обсудить с вами сейчас последние новости о том, что в Москве в связи с коронавирусной эпидемией, вводятся штрафы для населения за выход из дома и еще собираются ввести какие-то QR-коды, то есть теперь без какого-то QR-кода ты не можешь выйти из дома. Скажите, пожалуйста, насколько правомерно все то, что происходит сейчас в России, в Москве в частности? Я добавлю к этому еще одно. Дело в том, что они же по решению Госдумы могут ввести уголовное наказание за прогулку по парку без QR-кода. Видимо, там у них в тюрьмах мало народу сидит. Просто подумайте, думайте, 7 лет. Даже если предполагается, что это относится только к людям, у которых, допустим, есть требования самоизоляции и подключения позитивного теста, то есть, если человек имеет позитивный тест на коронавирус, и все равно сажать на 7 лет за выход из дома несанкционированных, это вообще противоречит даже не каким-то принципам гуманности или здравого смысла, это противоречит базовым понятиям права, потому что они квалифицируют административное нарушение как уголовное преступление. И, во-вторых, они предполагают наказание за административный проступок как за предумышленное убийство. Мы сейчас обсуждали дело сети, допустим, сейчас не буду вдаваться в детали этого дела сети, но, в общем, даже самые жесткие противники этих ребят, они говорят, что мы все равно, конечно, приговоры слишком суровые. Но получается, что за прогулку несанкционированную по улице вам могут вынести приговор, который будет более тяжелым, чем у некоторых представителей так называемой террористической организации. Честно, террористическая организация, получается, менее опасна для общества, чем прогулка по улице. Просто прогулка по улице несанкционированная, понимаете? В общем, я могу только два аналога привести. То есть это та практика, которую применяли по отношению к евреям в Третьем Рейхе, где им запрещали гулять по улице в определенное время, например, под угрозами разного рода наказаний и так далее. Или та практика, которая уже на советских оккупированных территориях применялась вермутно. То есть комендантский час, всевозможные запреты и так далее. И в том и в другом случае мы имеем дело с практикой Третьего Рейха. И это, вообще-то говоря, было квалифицировано в мировом сообществе как преступная практика. То есть то, что называлось преступной законом Третьего Рейха. В принципе, это противоречит и здравому смыслу, и праву, и конституции, и всему-всему-всему. То есть вообще, ну, это не может расследоваться иначе, как потушение на базовые права и свободы. Ну, это такое, это, мне кажется, уже такой терроризм государственный какой-то, но это... Наверное, это уже уровень государственный терроризм. Я уточню, понимаете, я настаиваю на том, что речь идет именно о санкциях. Потому что, да, государство при определенных условиях, мы прекрасно это знаем из истории, имеет основания, имеет право ограничивать свободы передвижения и какие-то другие свободы граждан. Но действительно, бывают ситуации, но речь идет именно о санкциях, понимаете, речь идет именно о санкциях. Принципиально здесь, принципиально именно те санкции, которые они применяют, они квалифицируют административные нарушения как уголовное преступление. Понимаете, в чем принципиальная разница? То есть, вот это было только в третьем речи. То есть, одно дело, я говорю, административные нарушения, административные санкции, которые могут быть, ну, большими или меньше, в каких-то, опять же, разумных пределах. А другое дело, когда вы фактически терроризируете и запугиваете население. Понимаете, ну, другого смысла эти законы не имеют, кроме как запугивания. Потому что, опять же, все прекрасно понимают, что повального исполнения этих законов просто быть не может. Ведь у нас сейчас лишаются работы и средств председания пока тысячи людей. Потом это будут уже миллионы людей. Причем уже к концу недели это может тронуться десятки, сотни, может быть, этих людей. Особенно, если на следующей неделе не откроются некоторые предприятия. Значит, вы прекрасно понимаете, что эти люди будут все равно выходить на улицу в поисках работы, пропитания, каких-то средств, существования, просто социальный контакт, социальный поддержка. Может, не говоря мы о том, что, например, те же самые пенсионеры, которые находятся в самоизоляции, вообще-то кто-то им должен приносить еду и так далее. Не всегда люди, которые могут заказывать услуги доставщиков и так далее. То есть это значит, что нарушения будут массовыми. И единственное, что можно сказать при подобной ситуации про реальную практику, что либо власти не смогут реализовать эти меры, то есть просто рядовые полицейские, постовые, если они не совершенно злодеи, садисты, они просто будут ограничиваться внушениями. Кстати, мы уже сегодня слышали заявление представителей московской полиции, что так они и будут поступать, что они не готовы подобного рода действия предпринимать. Что, кстати, очень позитивно. Либо там нужно вводить какие-то террористические подразделения, ну типа там СС, штурмовиков и так далее, которые будут просто запугивать выборочно, да, не всех подряд, но выборочно запугивают население. Еще один момент, просто чисто технический, который они просто элементарно не подосужились посчитать. Они же говорят, что должны быть наложены штрафы 300 тысяч рублей или выше. Даже, по-моему, там будет положение выше в таких случаях. Или вот уголовное наказание будет символизировать тюрьму. А как они это будут делать, если суды у них тоже на карантин? Подобного рода штрафы или подобного рода наказания, тюремное наказание, а это же может только суд. Или что, рядовой постовой, рядовой полицейский будут решать правильное в тюрьму? Тройки, как в НКВД, тройки будут. Смотрите, да, мне до НКВД, хотя бы тройка НКВД заседать должна была где-то, понимаете? Даже НКВД, что не тройка, должна была провести заседание, протокол состоит. Значит, как вы собираетесь заседать? То есть это какой-то абсурд и бардак. Видно, что... Вы же сами отправили суды на карантин только что. Они этого не знают, что ли? Может, они по скайпу будут принимать судебные решения, вот так вот, сидя дома и попивая чай? Либо на месте, что называется, постовой должен будет вас как-то квалифицировать, что с вами делать. Причем, понимаете, это тысячи людей, десятки тысяч. Ну что, знаете, вот по этой логике легче расстрелять на месте, ну, через технические, знаете? Потому что дурократии уже разводить невозможно в этой ситуации. Вот, ну, слава богу, никого, я надеюсь, не расстрелять не будут. Но в какой случае получается, что самое худшее, что они могут отложить наказание. Ну, представьте себе ситуацию, что у них, ну, вот уже скопилось, не знаю, 500 тысяч человек с разного рода санкциями, разного рода наказания, отложены. Во-первых, это значит, что к концу карантина у нас будет целая армия, армия, настоящая армия людей, которым грозят какие-то суровые, чудовищные, бессмысленные наказания. Вот, а второе, представьте себе, вот я, например, через неделю, когда ведут QR-коды, я выхожу, меня останавливает полицейский, говорит, ага, ты, ребят, вышел без QR-кода, все, я вношу протокол, тебе грозит 7 лет тюрьмы. Или на половине конца 300 тысяч штрафов. И я поднимаю, что поскольку он меня уже записал, теперь я могу делать все, что угодно. Потому что меня все равно уже посадят на 7 лет, понимаете? Теперь я уже соблюдать ничего не буду. Потому что два раза меня посадить на 7 лет уже не смог. Мне уже выписано вот этот вот вариант. У вас нужно в Кутузку тогда сразу же получается. Ну, а как сразу в Кутузку он не может, потому что в Кутузке места нет просто. Ну, тогда, получается, власть сама будет готовить революцию, потому что огромное количество людей, которые, значит, знают, что им терять уже нечего, им грозит 7 лет, они выйдут на улицу. Ну, смотрите, что дальше происходит. Понимаете, большая часть нарушителей, это, скорее всего, окажутся люди, которые потеряли работу, которые, скажем, вышли на улицу вот куда-то искать работу, или искать какой-то помощи. Которому и так уже нанесен очень большой социальный ущерб. А тут им еще вот эти уголовные наказания. То есть, конечно, логика власти очень понятна. Они хотят запугать. Они хотят не именно запугать, никто другого смысла. А для чего они это делают? Вот нет ощущения, что вот это запугивание делается на фоне истерии этой коронавирусной, и даже медики уже профессиональные говорят, что нет такой пандемии, нет такой эпидемии, что это все раздуто самим средством массовой информации. Ну, по поводу пандемии или эпидемии, я вам хочу сказать, что медики-то как раз говорят не совсем это. Они говорят, что вирус не настолько летален, чтобы создать такую панику. Да, да. А эпидемия есть. Более того, летальность вируса довольно высокая. Проблема в том, стоит ли, как говорится, овчинковый звук. Летальность вируса где-то примерно, ну, мы не имеем окончательных данных, мы их получим только когда будет уже все закончено. Но на сегодняшний день где-то до 4% доходит. В фоне, и это очень важная деталь, на фоне развала здравоохранения в некоторых странах. То есть, когда мы получаем в летальность 4 или до 5% в Италии, это ведь не значит, что именно все умирают из-за... В том-то и дело, что там есть сопутствующие заболевания. Есть онкология, это да. Да, есть онкология, онкология и так далее. И в том числе заболевания могут быть, видите, они букетом идут, очень часто у людей, понимаете. И так далее. Но, тем не менее, да, это, ну, пожалуй, в 3-4 раза хуже, чем обычный грипп. В 3-4 раза, безусловно. Ну, адекватны ли такие меры, которые сейчас? В 3-4 раза хуже, чем обычный грипп. Это еще ни чума, ни холера, ни тим, понимаете. Если говорить об эпидемиях, которые человечество переживало в своей истории, даже в 20-м же веке, это, конечно, близко не идет ни в какой сравнении. Поэтому говорить, что никакого вируса нет, что все придумано, это будет неправда. Но и говорить, что это такая страшная угроза, ради которой нужно вообще всех посадить домой, всех поставить вообще, что называется, условия практически военной оккупации. Нет, это не так. Угроза не столь велика. И поэтому, мне кажется, есть и сочетание того и другого. И есть третий фактор, о котором я уже говорил, и о котором, в общем, иногда говорят, иногда не говорят, но это надо принимать внимание, что борется не с вирусом, борется с коллапсом медицины. Это особенно четко видно по Италии было. Потому что, ну, представьте себе, у вас очень летальный по процентам показателям грипп, очень опасный грипп. Ну, что вы делаете? Вы развертываете дополнительные места в больницах. Вы привлекаете дополнительных медиков. У вас должен быть резерв коек из лекарств, из оборудования и так далее. Ну, такие случаи. Но в условиях неолиберализма, когда на протяжении примерно 20 и в некоторых странах 30 лет оптимизировали медицину, нерентабельно держать дополнительные мощности людей и оборудования на случай, скажем, эпидемии, стихийных бедствий и так далее. Потому что это с точки зрения рынка нерентабельно. Поэтому они просто все это сократили и уничтожили. Когда пришла эпидемия, выяснилось, что медицина не справляется. Дальше возникает в Италии известная ситуация, когда 100%, скажем, реанимации заняты больными с коронавирусом. Он продолжает прибывать больными, у них просто нет физической мощности. И что дальше? А дальше человек, например, прибывает туда с инфарктом, а реанимация занята на 100%. И он забирает от инфаркта на фоне коронавируса. И так вы получаете вот эту высокую смертность. Ну, это манипуляция статистика на самом деле. Нет, это не манипуляция статистика. Это катастрофа здравоохранения на фоне неолиберальной политики. 20 лет разрушали медицину, а потом говорили, ой, у нас проблемы. Знаете, если бы они 20 лет подряд не сокращали медицину, не сокращали койки, не сокращали врачей, не оптимизировали все это. А проблем его просто не было. Между прочим, в Советском Союзе. И даже в Ельцинске, еще в России по инерции, был один из специалистов по державской оборудии. В каждой крупной клинике. У него была задача в случае стихийных бедствий, в случае войны, конечно, не дай бог, в случае каких-то массовых эпидемий развернуть дополнительные десятки на сотни коек. Соответственно, найти, у него были списки, найти то, что это резерв изыскать. И так далее. В том числе, по указу. И все, и не было бы проблем, понимаете. Ну да, не дай бог, конечно, к сожалению, кто-то умер. Но просто дополнительных больных их отправляли бы в больницу и лечили. И все, и точка. И на этом закончился вопрос. А что происходит? В больницах мест нет. Значит, тогда единственный способ остановить, наплыв больных в медицинское учреждение, это устроить суперкарантин. Чтобы люди не заражались. То есть проблема не в том, что люди заражаются. Проблема в том, что медицинская система не выдерживает наплыв больных. Да, не вирус опасный, система разрушена. Даже с медицинской точки зрения, меры по борьбе с коронавирусом хуже самого заболевания, самого эпидемии. Даже с медицинской точки зрения, подчеркиваю, понимаете. Я говорю, ну я вообще как социолог, еще раз скажу, что еще гораздо хуже, чем вы думаете. Потому что, извините меня, а вообще, дальше берем ту же самую медицину. Вообще-то у нас болезни-то социальные. Вот вы людей лишаете работы, лишаете средств существования. Ну что, вы думаете, у вас меньше будут люди болеть после этого или больше? Как вы думаете? То есть у вас будет больше проблем, у вас будут заболевания людей. В том числе нервные, в конце концов. Ну, забираете людей в маленьких квартирках. Вы что думаете, у вас не будет потом психических заболеваний, у вас не будет потом депрессии уж точно. А уже пошли случаи бытовой преступности на уровне драктора в семье или еще как-то. То есть вы создаете ситуацию, которая объективно хуже, чем та, с которой вы якобы боретесь. Но я уже не говорю об экономических последствиях. Экономические последствия катастрофические. И мне кажется, что тут уже в значительной мере западные правительства, а потом так же будут действовать и наше начальство, они просто, как казалось бы, усугубляют ситуацию своими действиями. На самом деле сваливают все на коронавирус. Что типа вот из-за коронавируса мы вынуждены были закрыть столько предприятий, из-за коронавируса мы вынуждены были столько цехов приостановить производство, компании приостановить. И вот это все коронавирус. На самом деле, конечно, это не коронавирус, это экономический кризис, который, опять же, продиктован был всей неолиберальной политикой последних лет. Ну а вы все свалите именно на вирус, и вроде вы чистенькие. Причем у нас все было прекрасно, все делали замечательно. Ну вот коронавирус случился. Но это уже чисто лицемерие. Конечно, они используют коронавирус просто как алиби, как прикрытие. И с другой стороны, это великолепный способ протестировать разные формы репрессионного контроля. То, что делает Собянин в Москве, это, ну в общем, я не могу найти другого примера, как практика оккупационных властей в захваченном городе. Причем, скажу, еще хуже. Понимаете, в период Второй мировой войны немцы вот такого рода меры, они либо применяли только к евреям, либо только на Восточном фронте. То есть к французам, к бельгийцам, голландцам, датчанам, такие меры немецкие оккупанты не применяли. Они их применяли вот к славянам и к евреям. То есть что это значит? Это значит, что Собянин относится к своему собственному населению, к своему городу, как не просто оккупант, а какой-то оккупант, который контролирует унтерменьшин. Вот, по большому счету. То есть он не считает оккупированное население в полной мере людьми. Ну, полноценными людьми, с которыми надо обращаться к институтам. Коротев, Борис Юрьевич, последний вопрос. Если эта ситуация продлится еще 2-3 недели, а думаю, что даже больше, месяц, к чему это может привести? Сейчас я выскажу подозрительно такую категорологическую вещь, я совершенно не люблю категорологии, но, на мой взгляд, в Кремле под предлогом борьбы с коронавирусом идет острейшая борьба за власть. Так, интересно. Ну, Собянин подтягивает к себе, в том числе, кстати говоря, приуправительные органы и так далее, пытается их контролировать. В то же самое время, обратите внимание, что вчера Госдума, и, наверное, еще одно очень важное решение, мы обсуждаем QR-коды, Собянинские, мы обсуждаем законы о санкциях за выход на улицу. Ну, минуточку, они же приняли закон о том, что чрезвычайную ситуацию может объявлять премьер-министр правительства. Раньше это была пророгатива исключительно президента. Значит, они перераспределяют власть, условно, от Путина к Мишусину немножечко, пока там Путин сидит на Валдае самоизолироваться. Значит, мне кажется, что там группировки просто начали открыто переделывать власть. Как и человек закончится, другой вопрос. Ну, они нас всех устранили, отодвинули. Мы где-то сидим по домам. Мы вне этой игры, а они там между собой разбираются. И я думаю, что, может быть, кто-то хихикает, кто-то плачет, но, в общем, они разбираются между собой сейчас очень жестко. И пока они не разберутся, я думаю, что они постараются нас на улице не выпускать никого. Значит, заметим, что под этим делом мы уже отменили фактически всенародное голосование в Путинский вопрос к республике, который был назначен 22 апреля. Уже Путин сам вынужден был, несмотря на то, что сам это хотел, отказаться. Я думаю, что отменят, хотя официально это еще не произошло, отменят 9 мая, отменят празднование, отменят бессмертный полк. Но, что очень важно, отменится приезд западных лидеров, с которыми собирались провести закулисные переговоры во время праздников 9 мая. То есть, соответственно, либо получается, что собирались провести переговоры не с теми, если нужно, и, соответственно, праздник перенесен 24 июня теперь, когда вообще до Парада Победы. Ну, во-первых, там, конечно, уже не тот символизм, где он не в символизме. Я думаю, что просто они надеются, что все свои вопросы они дорешают за апрель-май, и вот в июне, когда уже все пройдет, с коронавирусом вся эта тема будет более-менее снята, вот тогда уже немножко другие люди будут. То есть, я боюсь, что мы выйдем, когда из истории выйдем на улицу, что называется, у нас такая тема, что нормально гулять, то мы обнаружим, что мы вообще живем в другом государстве. Другим начальникам, по крайней мере, соотношение сильных жительных начальников резких дневностей. То есть, у нас богатейшие, в этом смысле, сюрпризы впереди. Ну, и плюс, к тому же, еще, я думаю, что эта репрессивная схема, она отрабатывается на случай массового выполнения в этом социальном и экономическом бедствии. И это уже не чисто российская история, это уже общеевропейская, даже общемировая. То есть, если у вас массовая безработица, если у вас массовая протеста, ну, надо отрабатывать максимально эффективный репрессивный аппарат. Поэтому мы сейчас действительно уже вошли в эту новую меру, и это не самое приятное. Да. Ну что ж, спасибо, Борис Юрьевич, за интервью. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, я думаю, что сам народ, население просто не выдержит месяца такого карантина. Просто у людей нет ни сбережений, ничего. И во что это выльется, еще мне даже страшно предположить. Давайте будем надеяться, что мы не просто... Население — народ. Да, да, безусловно, мы народ, конечно, конечно. Но народ имеет субъектность. Если народ никак не проявляет себя в этой ситуации и безропотно молчит, тогда он превращается в население. Будем надеяться, что у нас народ, а не население. Спасибо, Борис Юрьевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...